Угол от Асарая, 9-4. Манбра здесь уже вовсю упихается с Гючлу, которую находит Эшель Альбен. У нее-то передачи всегда хорошие. Убивается Запорола, потерь, правда, не допустила, но бросок никак поймать не может. Остается надеяться на Макалой, но и здесь у нее ничего не получается. Плотит. Но пока без нее, вновь растягивают оборону. Мисс Эмам трехсекундный, Вандерс был под кольцо, и это самое кольцо мяч засасывает. И по итогам первой половины нанес их 36, у ГМК 34. Попадание у Лисиц 15, у Голокосарая 13, Мария Вадеева из-под кольца. Гючлу, Эмчи, два броска, один блокшот. И дальше сплошные нули на щите. Не самые, конечно, сложные. Макбрейт, конечно, и бросок могла бы тут по-разумительнее придумать. Эмами Сымам. Джейхерсон здесь нашла ее. И, кстати, 20 очков уже набрали. Это, глядишь, и перевыполнит норму-то голевую. ...защитника. И как раз-таки Макбрейт сейчас второй раз отправляет мяч в сторону кольца, но на этот раз не точно. Здорово на подборе ММС он действует. И Альба Торренс. Сейчас подборку игровых эпизодов, которые приносили очки. И не только. Начало здорово начинало, попало на первых секундах, а затем вот уже два неточных броска. Очень хорошо открылась под кольцом Эмма Мессеман. Ее увидела Бритни Грайнер. И 7-0 в первой четверти этого поединка. Мендеса, но сейчас долгая такая атака. Времени на бросок, остается всего ничего. И успевает расстаться с мячом Эмма Мессеман. Смотрим мы теперь уже атаку Пальковица. Пагменли борется одна против той великолепно. Действует Эмма Мессеман, накрывая свою. Снова длинную атаку будет разыгрывать баскетболистка ВМК. Заброс в краску. Очень хорошо подоспела Мария Вадеева. Получила мяч от Эмма Мессеман. Результативный дальний выстрел у Жасмин Томас. Кайла Макбрайт с мячом. Вылавливает его Эмма Мессеман. Идет на обыгрыш. И еще два очка набирает. Ну а нам предлагают посмотреть самые интересные. Вандерсвуд с мячом. Может быть, кстати, Эмма Мессеман в такой форме подсказывала своей подруге по команде, как лучше действовать, чтобы это не услышали соперницы. Ну, симпатичная довольно-таки девушка. Эмма Мессеман сейчас сохраняет мячик, скидывает там Акбрайт. И там набирает 20 очков в сегодняшнем поединке. В этих видов спорта Эмма Мессеман получает мяч от Марии Вадеевой. Хорошо разбрасывает сейчас баскетболистку ВГМК. И с разворота Эмма Мессеман отправляет мяч точно в цель. ВГМК. ВГМК. О, блок. Делает передачу в борьбу. Не очень удобный пас в голову. Мессман последовал. Но команда поддержала. И Томас. А мы получили два очка. А здесь блокшот в обороне для АйАи. И перехват. Две испанки. На половине у ГМК. Нет, не стало сейчас дополнительную передачу делать Вандерслут. Мессман. Вандерслут. Отличный вход. И здесь набравших очки. Может еще сейчас сразу дуплетом сыграть. Что и случилось. 2 плюс 1. Два игрока перекрывали эту передачу. И Мессм тяжеловатыми в некоторых эпизодах. По физике немножко просели игроки у ГМК. И тем не менее. Эмма сейчас задает Том. Мессман. Вот так. Вот так. Мессман. Мессман. Рейнг. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Трех секунд могло и не хватить И в итоге ответная атака у ГМК Наброс на Мария Вадееву-то Освободилась от соперницы и из-под кольца И сумела Сейчас мячик отправить в цель Манонна Гржезински Ортис не торопится с мячом расставаться Показывает комбинацию, которую нужно будет сыграть Почему не отдал Ортис мячик Альбине Ражевой Не знаю Но не добрасывает Андерсон Марова мячик оставляет Пробрасывает за спиной Ну и просто великолепно Просто красиво, эффектно и результативно Который состоялся во Франции Вильнёв снова свою атаку сейчас Загубил А Эмма Мессиман Командами у ГМК Екатеринбург-Вильнёв В этой атаке Оторваться на 10 очков От Вильнёва Под кольцом открывалась одна Но всё там увидели хорошо Заброс здорово Сидио подкрылась Но вот мячик она выпустила из рук Не смогла его обработать И такую перспективную возможность набрать Белякова набрасывает на воде его Мария отдаёт на Позицию дальнего броска С которого Понятно, что обидно не попали в полуфинал Обыграли команду Китая Ну а чемпионками мира являются американки Ну Ну глупый по сути, да Если не подбирать слова Жест был Потеряли игрока на Лисичке Ну и вот позиционное нападение Хорошо идет под кольцом Мессеман принимает, разворачивается И кладет мяч в корзину Деликатная фрустрация Сейчас полкометчанек Сау пункты Не ма пункту Весоха Сау пункты Есть 2-3 Вау А ведь шанса на акцию 2 Плюс 1 Медведева Медведева устроила Мельницу просто Настоящую И вот такой Отвес Синхронный Тоже С дальней дистанции Но правда Это Раиса Мусина Готова Если что Выброситься На Свою соперницу Ну что Блокшот Беглову Очень активно Против нее действует Уровида Хорошо Открывается Мессом Он улучшает позицию Обыгрывая Ксению Тихоненко И та уже Ничем не могла Противление В том, что соперницы не сумели результативно эту атаку завершить Мессома, то есть. Лема должна была в любом случае мяч. Мария Вадеева бросок издали неточный, очень хороший подбор. Как нужны очки Буржбаскета, потому что если сейчас позволить. И в итоге УГМК имеет возможность сейчас впервые в этом поединке повести в 10 очков. Что и случается. Замечательная двухходовка. Такой показатель, как потери тоже за УГМК. А 8 потерь мяча было у французской команды и только 5 у Лисичи. Кейла Макграйт. И вперед идет Кортни Вандерслут и ММСоман по центру продвигается. И отправляет мяч от щита точно в корзино. Но, видимо, оступилась центровая команда Екатеринбурга. И блокшот красивейший от ММСоман из Заслу. Руки было и не совсем чистый блокшот от ММСоман. Но средние секунды этого игрового отрезка, наверное, будет бросать Вандерслут. Нет, отдает на Мессоман. И да, попадает. Ну, наконец-то, так давненько не видели мы трешек. Это баскетболистки УГМК приучили к неплохой игре в этом отрезке, в этой четверти. И волей-неволей вот опять-таки ММСоман попадает в дальние дистанции. Не играла сегодня Татьяна Петрушина и Евгения Белякова. Кстати, капитан УГМК сегодня тоже весь матч проводит на скамейке. Субтитры сделал DimaTorzok